Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл бесед по книге притчи Соломоновых для библейского портала экзегет.ру. И сегодня мы читаем 20 главу. Я напоминаю, что читаем мы сразу два текста. Мы читаем перевод профессора Юнгерова. И этот перевод делался с греческого оригинала, который называется Септуагинтой. С этого же греческого текста делался перевод на церковно-славянский язык. Поэтому текст довольно близкий тому, что мы читаем, можно услышать в церкви, правда, на церковно-славянском языке. И мы сравниваем его с синодальным переводом. Иногда бывают разночтения, иногда бывают такие уточнения смыслов, которые интересны, и мы их комментируем. Итак, первый стих 20 главы. «Безвинно вино, укоризнено пьянство, а всякий, увлекающийся им, неразумен будет». Уже первый стих интересным образом отличается от того, что мы читаем в синодальном переводе. 20 глава начинается так. «Вино глумливо, секера, буйно, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». То есть еврейский текст и перевод его синодальный говорит о том, что вредно и то, и другое. Вино глумливо, то есть человек, который его пьет, становится глумливым. И секера буйно, то есть секера более крепкий напиток, и человек, который пьет более крепкие напитки, становится уже буйным, а не просто глумливым, не просто ведет себя неправильным образом. Смысл первого стиха в переводе Юнгера, в Септуагинте, соответственно, в церковнославянском тексте, в церковнославянском так и говорится, «невинно вино, укоризнено пьянство». То есть дело не в вине, дело в пьянстве, дело в чрезмерности. И это, конечно, гораздо точнее. Далее. «Угроза царя не отличается от ярости льва, а кто раздражает его, равно и соединяющийся с таковым, грешит против самого себя». Мы не забудем, что слова, которые мы читаем, это слова Соломона, это слова царя, которые он произносит в научении, в наставлении своему сыну в первую очередь. И поэтому, конечно же, он, смотря с точки зрения царя, с точки зрения человека, облеченного властью, он говорит, что тот, кто дразнит своим плохим поведением, тот, кто раздражает своим поведением царя, подобен тому, как человеку, который раздражает и приводит в ярость льва. Такой человек грешит против самого себя. То есть он, может быть, и не понимает, но он сам зарабатывает себе наказание своим поведением. «Слава для человека — отвращать распри, а всякий глупец вступает в них. Ленивец не стыдится, когда его поносит, так же и занимающий хлеб во время жатвы». Интересно, что традиционно делается акцент на том, что отвращать распри, прекращать распри — это славный путь для человека, наоборот, вступать в распри — это путь глупца. Но все это неправедное поведение, здесь перечисляемое во втором, третьем, четвертом стихе, это разные аспекты одной и той же греховной жизни. И вот в четвертом стихе «Ленивец не стыдится, когда его поносит». Этот стих отличается несколько от синодального перевода. Здесь говорится следующее. «Ленивец зимою не пашет, поищет летом, и нет ничего». То есть речь идет о том, что ленивец не работает, не готовится к лету. Понятно, что зимой никто не пашет, но ленивец не пашет зимой, то есть не готовится, и поэтому летом он ищет и ничего не находит. А здесь смысл иной несколько. Ленивец не стыдится, когда его поносит. И когда его поносит, да, то есть, скорее, он не сам против себя только выступает, он неправильно ведет себя в обществе и занимающий хлеб во время жатвы. Вот что такое занимающий хлеб во время жатвы? То есть это человек, который не сеял, это человек, который не трудился на своем поле. Помысел в сердце человека — глубокая вода, но человек разумный почерпнет его. Очень интересное сравнение. Помысел человека — глубокая вода, то есть человек — таинственное существо, его духовный мир представляет собой тайну. Можно представить себе, например, как человек хорошо может знать какой-то водоем, который рядом с ним, скажем, реку, или, может быть, пруд, озеро какое-то, тем более какие-то более мелкие водоемы, да. Скажем, мы иногда можем встретить на улице лужу, которая вот до дна буквально вся просматривается. И глубокая вода, речь идет о том, что есть некоторая глубина, которую ты не можешь познать, не можешь постичь. И даже сегодня, когда человечество обладает большими техническими возможностями, когда есть батискафы, есть специальные аквалангические костюмы, в которых он может погружаться, океан исследован на очень небольшую часть, очень небольшая часть океана исследована. Вот здесь этот образ, он именно об этом говорит. Понять человека, понять его душу очень сложно. Это как глубокие воды, воды, как бездна, да, в которую уходят помыслы человека. Но человек разумный почерпнет его. Интересно, не говорится, что он его вычерпает, не говорится, что он его весь познает. Но разумный человек способен понять глубину другого человека, способен понять причины его поступков. И далее, великое дело человек и драгоценное дело, человек милосердный, но найти правдивого человека трудно. Очень интересно, как об этом говорит Соломон, как он говорит о человеке. Для библейских авторов человек — это загадка. И в книге Иова, и в Салтире мы встречаем вопрос, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. И вот Соломон тоже в этом же таком ключе разговора о человеке говорит, великое дело человек. Когда-то Горький сказал, человек это звучит гордо, но здесь акцент совершенно другой. Человек это звучит гордо, это обращенность человека на самого себя. Он для самого себя звучит гордо, это повод для возвышения. А здесь, когда Соломон говорит «великое дело человек», конечно же, речь идет о том, что Бог великим создал человек, возвысил его, сделал его своим образом и подобием. В библейском смысле человек — это не предмет, быть человеком — это не предмет для гордости, это предмет для осознания богообразности в себе, величия того образа, которым Творец тебя наградил, и стремление к первообразу. И далее. Непорочный человек, живущий в правде, оставит блаженными своих детей. Известная такая мысль, ветхозаветная, которая не раз повторяется. Для людей того времени не было никаких, в их сознании практически не было никаких идей посмертного воздаяния. Они не ощущали и не осмысляли свои поступки как то, что ведет к какой-то посмертной участи, хорошей или плохой. Вся участь складывалась у человека здесь, на земле. Если ты живешь хорошо, ты сам будешь дальше жить блаженно, у тебя у самого все будет хорошо, об этом книга-притч много раз говорит. Но и у твоих детей тоже все будет хорошо, твои дети тоже будут блаженствовать. Вторая заповедь прямо говорит, что Бог есть Бог-ревнитель, который благословляет и наказывает детей за грехи их отцов. Конечно, логика здесь не в том, что просто один наказывается за вину другого. Благочестивый человек так воспитывает своих детей, что они, продолжая его благочестие, сами благословляются. Когда сядет на престол праведный царь, то ничто лукавое не устоит перед очами его. И здесь, конечно же, есть окончание некоторой вот этой идеи о том, что великое дело человек, и что царь — это царь праведный, это царь, который на грешников ополчается с яростью, как лев. И когда он воссядет на престол, то есть фактически можно представить себе, как Соломон говорит своему сыну, что когда царь праведный, если ты будешь праведным, и ты сядешь на престол, то никакое лукавство, ничто лукавое не устоит перед очами его. То есть праведный царь в итоге может навести порядок. И далее. Кто похвалится, что имеет чистое сердце, или кто дерзнет сказать, что чист от греха? Вес большой и малый, двоякая мера, то и другое нечисто перед Господом. И делающий это споткнется в своих предприятиях. Юноша, если сдружится с праведным, то путь его будет правый. Вот здесь, после того, как Соломон говорит о том, что царь праведный может управлять государством, и ничто лукавое не стоит перед ним, он тут же напоминает, что речь, конечно, не идет о некотором идеальном царе, который способен быть совершенно безгрешным. Кто похвалится, что имеет сердце чистое, или кто дерзнет сказать, что чист от греха? Никто. Это риторический вопрос, с точки зрения Ветхозаветной, так точно. Невозможно сказать, что человек имеет чистое сердце. Давид просит только о чистом сердце. И Ветхий Завет не знает, конечно, чистого сердца, кроме одной истории, одного исключения. Это история Иова. Но это большой вопрос, насколько Иов, это не просто, не только прообраз Христа, вот в своей безгрешности, но и действительно исторический персонаж. Для традиции, конечно, здесь нет вопроса. Библеисты современные во многом спорят, нет единого мнения. И далее здесь и продолжается эта же мысль. Вот самый распространенный пример нечестия и греха — это торговля. Большой и малый вес и двоякая мера — это не чисто перед Господом. Но тот, кто это делает, он споткнется в своих предприятиях. А юноша, если он будет дружить с праведным, то и путь его будет правым. Вот это, опять же, известная такая мысль, что если кто живет со святыми, как было в Древней Церкви, был такой даже принцип, общение святых. Вот этот принцип — общение благочестивых людей друг с другом, которые наставляют их и поддерживают. И далее. Ухо слышит и глаз видит то и другое, дело Господне. В синодальном переводе несколько иначе. Ухо слышащее и глаз видящий, то и другое создал Господь. То есть, здесь разные смыслы, конечно, могут быть. Возможно, здесь речь идет о некотором всеведении Божием, так как Господь и ухо, и глаз сотворил. И все это дело рук Божиих. Но, может быть, еще одна идея здесь заложена. Если ухо и глаз сотворил Господь, то это означает, что сами по себе ухо и глаз — это лишь инструменты. Они прекрасны в том, как они сотворены. Но как человек ими пользуется, он не должен ссылаться в своих грехах и в своих ошибках на то, что как-то его сердце или его ухо неправильно, или глаз его неправильно себя ведут. Это Господь сотворил. И само по себе, сам по себе глаз, и само по себе ухо, они нисколько не плохи, они, наоборот, хороши и прекрасны. Потому что, когда Господь сотворил человека и весь мир, он увидел, что человек и мир прекрасны, хороши. Бог увидел, что мир добр. И это значит, что ответственность в сердце самого человека, потому что человек решает, как использовать то, что сотворил Господь. «Не люби клеветать, чтобы тебе не возгордиться, держи открытыми глаза твои и ешь досыта хлеб». Здесь, конечно, в первом и во второй части стиха разные мысли. «Не люби клеветать, чтобы тебе не возгордиться», то есть, чтобы не стать вообще такой человек, который клевещет. Человек наговаривает на другого с целью выгоды для себя или с целью вреда для другого. Он думает, что он сам управляет своей жизнью, сам может ее построить таким образом, что сказав неправду, он сделает себе лучше и другому сделает плохо. Не гордись, потому что Господь смиряет гордых. И ты поймешь в итоге, что не ты владеешь ситуацией. И далее во второй части «держи открытыми глаза твои и ешь досыта хлеб». Здесь речь идет, конечно, о трудолюбии. То есть, человек, который не спит, не дремит, который не просто постоянно в таком сонливом состоянии находится. Тот, который держит глаза свои открытыми, это образ человека трудящегося, образ человека бодрого. Дурно, дурно, говорит покупатель, а когда отойдет, то хвалится. Возможно, что речь идет здесь о том, ну, понятно, что в качестве примера приводится торгующийся на рынке покупатель, который сбивает цену, говоря, что это не очень хороший товар, а потом, когда отходит в сторону, наоборот, считает его хорошим. Но речь здесь и о том, что хорошее видится на расстоянии. То есть, человек, который видит твои честные и правильные поступки сейчас, может посчитать тебя неправым, может посчитать тебя упускающим возможность, но потом, потом, да, то есть, через время правильные поступки будут оценены правильно. Есть золото и множество камней драгоценных, но уста разумные драгоценный сосуд. Возьми одежду его, потому что он поручился за другого, и за чужую вещь возьми у него залог. Здесь 15-16 стих говорят о разумии и неразумности. Разумный человек, человек, который поступает праведно и поступает с разумом, а тот, кто, вот это частая такая мысль у Соломона, тот, кто поручается за другого, тот неразумен, потому что сложно за себя поручиться, не говоря уже о поручительстве за другого. И этот стих несколько отличается в синодальном переводе. Возьми платье его, так как он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. И далее. Сладок человеку хлеб, приобретенный обманом, но потом уста его наполнится камешками. Предприятие в помышлении кажется удобоисполнимым, но при исполнении встречает препятствие. Открывающий тайну поступает коварно, и к обманывающему устами своими не присоединяйся. Речь идет об одном и том же. Человек, который грешит, в итоге получает по заслугам. Сладкий человеку хлеб, который приобретается обманом, но на устах он потом оказывается камнями. В 17 стихе есть такое слово «Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдой, но после рот его наполнится дресвою». Это как раз каменная порода, которая в том месте встречается, и поэтому Юнгеров переводит это просто, чтобы было понятно, что потом уста его наполнится камешками. Не важно, какой вид камня в данном случае, важно, что этот хлеб аукнется потом человеку, который неправедно поступает. И открывающий тайну поступает коварно, и поэтому к нему ты не присоединяйся. Опять же, логика такова, потому что путь его в погибель. И далее 20 стих. «У злословящего отца или мать угаснет светильник, и зеницы очей его увидят тьму». Надо сказать, что в Ветхом Завете было очень строгим наказание для злословящего отца или мать. Буквально это была смертная казнь. Человек, который бьет отца или мать или злословит их, он побивался камнями. Здесь об этом прямо не говорится, но говорится о том, что светильник его угаснет. Ну, то есть светильник его жизни. Логика понятна. Так или иначе, он, даже если не будет наказан публично, все равно с точки зрения Соломона долго жить не сможет. Далее. Наследство, поспешно приобретенное в начале, не благословится в последствии. И здесь продолжается идея, что человек, который злословит отца или мать, его жизнь угаснет. А наследство, поспешно приобретенное в начале, что как можно поспешно приобрести наследство. Ну, то есть внутренне, по крайней мере, терапиться, чтобы твои родители умерли, чтобы их имущество стало твоим, потому что это и есть наследство. Не горевать, не печалиться о своих родителях, а думать только о наследстве и с поспешностью приобретать его, делать его своим. В таком случае оно не благословляется и приведет к худому. 22 стих «Не говори, я отомщу врагу, но предоставь Господу, чтобы он помог тебе». Идея очень понятная, но интересно, как она выражена. И она выражена по-разному в синодальном стихе и в переводе Юнгерова. Значит, еще раз, вот середина стиха звучит так, «Но предоставь Господу, чтобы он помог тебе». В синодальном переводе звучит это следующим образом. «Не говори, я отплачу за зло, предоставь Господу, и он сохранит тебя». Здесь он сохранит тебя, здесь предоставь Господу, чтобы он помог тебе. У нас очень часто такая мысль о том, что ты не мсти сам, Господь за тебя отомстит. Но здесь совершенно о другом говорит Соломон. Он не говорит, что Господь за тебя отомстит другому человеку. Ты сам не мсти, а за что обычно люди мстят? Они мстят за ту неправду, которая в их сторону была совершена, за ту обиду, которая была нанесена, за тот ущерб, который был принесен. То есть это некоторый урон, и человек переживает и думает, как бы отомстить. Например, человека ударили, и он думает, как бы ему равносильно ударить. В Ветхом Завете вот эта логика работала зуб за зуб, и око за око. И это, конечно, речь не шла о мести. Когда была дана заповедь око за око и зуб за зуб, эта заповедь на самом деле не позволяла месть, она ограничивала ответ преступнику тем же количеством ущерба, который был нанесен, потому что обычный человек стремится нанести ущерб больше, и Библия как раз это запрещает, и говорит, ущерба больше нельзя приносить. Но здесь предоставь Господу, чтобы он помог тебе. То есть тебя обидели, тебе нанесли некоторый урон, теперь что ты можешь? Ты можешь мстить, но ты лучше не думай об этом. И не жди, что Бог отомстит, жди, что он тебе поможет, что он твой урон восполнит, что он тебя поддержит. Как и говорится, предоставь Господу, и он сохранит тебя. И далее, мерзость перед Господом двоякий вес, и обманчивая мера недобро перед ним. От Господа направляются стопы человека, а смертному как знать пути свои? Вот очень интересная мысль, очень важная, в которой говорится о том, что Господь направляет стопы человек, Господь поддерживает и управляет человеческую жизнь. Но речь не идет о том, что Господь управляет человеком. Господь дает заповеди и этим управляет человеком, как бы направляет его, от Господа направляются стопы. Но куда идет человек, в итоге понять, должен он сам, тем более, да, вот вторая, вторая часть этого стиха, о смертному, как знать пути свои, то есть смертный не знает, как идти, в какую сторону идти самому, он не может этого понять, не может этого знать, и он должен ждать от Бога, что Господь управит, направит его стопы, даст ему заповеди, даст ему цель, к которой ему идти. Сеть для человека поспешно посвящать Богу что-либо из своего, ибо после обета бывает раскаяние. Очень часто человек говорит, если вот это произойдет, что-то желаемое, да, я сделаю тот и тот, я принесу такую-то жертву, а потом, когда что-то не получается, или когда происходит ожидаемое, но жертва кажется слишком большой, человек идет на попятную, и вот это уловка, в которую сам человек попадает, он сам себе расставляет эти сети, и, конечно, Соломон считает, что это далеко неправильное поведение. Чтобы потом не раскаиваться, лучше лишних слов не говорить и Богу лишнего не обещать, а делать все по возможности. Мудрый царь, веятель нечестивых, и обращает на них колесо. Речь, конечно, здесь идет о том, что как тот, кто веет пшено, да, пшеницу, тот, который раньше подбрасывали пшеницу и ветром уносило оболочку, да, тяжелое зерно падало на место. И вот мудрый царь, веятель нечестивых, то есть мудрый царь — это тот, кто как вот это веяние, как эту шелуху от зерна нечестивых удаляет от себя. Дух людей — свет Господа, который испытывает сокровенные тайны. Вот этот 27 стих в синодальном переводе звучит так. «Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца», то есть дух в человеке — это светильник от Господа, он просвещаем Господом, и он поддерживается, и поддерживает человека, но при этом Господь же испытывает сокровенные тайны, то есть видит человека во всей его глубине, знает его сердце. «Милостыня и истина охрана царю, и окружает престол его правдой, украшение юношам мудрость, слава же старцев седины, злых постигают раны и увечья спереди и глубокие язвы сзади». Окончание главы, конечно, напоминает еще раз сыну Соломона и вместе с ним всем нам, что охраной нашей жизни, как и охраной царю в первую очередь здесь, является милостыня и истина. Человек, который являет их в жизни, оказывается под покровом Господнем, чего всем и нам можно пожелать. Всего доброго!